Привет, друзья! Сегодня мы отправляемся в Шабулу навестить друзей, которые отмечали 1 июля встречали восход солнца это такой праздник освобождения в Болгарии я о нем расскажу позже также мы посетим Каменбряк посмотрим этот берег вот это фаро жалко, что его не покрасили едем дальше едем мне очень нравится вот эта композиция сегодня 1 июля очень многие любят отмечать этот день на природе они встречают рассвет и здесь наши друзья живут вот в таких кемперах а мы сейчас посмотрим как они тут живут я сейчас загляну, посмотрю как вы тут живете ничего вот такой у нас кемпер и мы вот так заглядываем внутрь и видим раз, два, три три лежачих места еще тут два у этого какой большой кемпер здесь есть такая кухня ну и естественно есть здесь шкафчики и туалет есть здесь есть и туалет никогда не жили в кемперах он такой не новенький, но живой вот так выглядит да, я вас записываю я все рассказываю? да, ты будешь в ютюбе сколько тут кемперов а было еще больше и все отмечали восход солнца блогер на работе вот такая красота да кругом камушки море волны ветерок прохладный и совсем не жарко несмотря на то, что температура около 30 поэтому здесь очень красиво много людей водочки, да и много людей вокруг так, смещаем немножко объектив в сторону вот такая вот красота да смотрим вон там фаро видишь, маяк да, маяк а здесь вот хозяин хозяин бунгало ваши друзья здесь тоже живут долго, да? здесь были 4 палатка я вчера видела а, да а вот эти ребята наши соседи они тут все время живут? нет эти живут все время эти все время? да эти завтра добрый день да вот тут есть два тортика только сегодня нет чизкейка я тоже и спеса а потом а потом айс кафе да а а а а а что хочешь ягода и ванили а можно еще вот такое еще две яфропе только хочу снять вот такая разъемка по дороге можно снимать фильм ужасов а можешь перед будет немножко дать это не один не одна сграда там их много вон такая большая здесь вообще вот такая огромная мне не удалось найти что это за разруха напишите в комментариях кто знает здесь мог бы быть такой красивый поселок здесь видно море целый поселок который совершенно не достроен да не был он достроен он был достроен да ладно война точно несколько въездов на территорию такая классная территория вообще главное что здесь есть море никому не нужна натура для съемка нового фильма а вот такого ужасного фильма а могло бы быть как красиво страшно даже что они добывают поле оказывается они не бывают мир вот это место называется каменбряк это обалдеть здесь море 360 посмотри как здорово а тут пещера смотри а тут пещера смотри это супер вот такая красота у нас каменбряк вот такие красивые места у нас есть в Болгарии вот это наш любимый блогер работает для вас в местечке прямо в каменбряк прямо в каменбряк сейчас полетит куда-нибудь кругом камни кругом море кругом бряк работаем сегодня 1 июля сегодня день на свобода народный праздник Болгарии называется Шулай Мони этот праздник зародился в Варне в Болгарии один человек пришел на берег моря встречать рассвет и так повелось что с ним пришли его друзья они стали праздновать выпивать есть пить встречать рассвет и этот праздник распространился на всю Болгарию и теперь каждую ночь с 30 на 1 июля под песню Джулай Монинг да, все встречают рассвет и празднуют таким образом этот праздник все выезжают из домов ставят палатки барбекю шашлыки и особенно популярно это место именно здесь каменбряк это крайняя северо-восточная часть Болгарии и здесь считается что каменбряк лучше всего подходит для встречи этого народного праздника это неофициальный праздник в Болгарии сначала он был связан с протестом против советского режима ну а теперь связан просто с освобождением с выездом на природу ну и не знаю может быть у каждого со своими чувствами на этом празднике гостила сама группа Юрайхип несколько раз птицы здесь поют просто с ума сойдешь кто не видел как растет павловня это колокольчики такие на деревьях вот сейчас вот у них такие ровненькие стволы это специально посаженная павловня в промышленных масштабах и это будет класс древесина ее очень ценная она не гниет а колокольчики используются в парфюмерии ну вот сейчас это выглядит вот так после того как она отцвела у нее появляются вот такие густые листья такой свет в конце тоннеля в нашем лесу в павловне такой павловневый лес идеально ровные стволы похоже что вот это все-таки сливы не надо вкусно вкусно это отрава да это похоже на лычо ну все поехали вот церковь святого николая вот отсюда она красивая здесь очень красивый вид на эти ветряки и на саму голубую церковь святого николая очень красивый вид вот еще одно лавандовое поле на нашем пути вот такие лавандовые поля мы проезжаем по дороге люди фотографируются